Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в моем любимом разделе Назад на рыбалку в СССР ретро-ностальгия. Вы все наверняка знаете, что я начинаю потихоньку выезжать на рыбалку со снастями СССР. Сперва я начал использовать удочки СССР бамбуковые и телескопические, но теперь я перешел на донки СССР. Также скажу моим подписчикам, кто смотрит мои ретро-разделы, появилось у меня много блесен советских, самодельных и заводских, которых я еще не показывал, и других рыболовных снастей СССР, но это немножко позже. Сегодня я поговорю о легендарном ленинградском спиннинге дюраля-алюминиевом ленинградский. Производился он на лау, стоил 9,30, вы все наверняка знаете, у каждого этот спиннинг был в Советском Союзе или практически у каждого. Но я сегодня поговорю, я столкнулся с такой проблемой, как же доработать этот спиннинг, чтобы ловить этим спиннингом на донке. Это донка, это пружина, это можно ловить карася или леща на речке. Я протестировал это все на нескольких рыбалках. И сейчас я вам все покажу и расскажу, как модернизировать легко и просто ленинградский спиннинг, превратить его в отличную донку. Давайте начнем. Итак, начинаем. Как же его модернизировать? У меня не стояла цель пока нарушить конструкцию. Возможно, в дальнейшем я буду что-то переделать у меня, потому что есть не один этот ленинградский спиннинг. Но здесь и спиннинг абсолютно целый. Я не стал нарушать конструкцию. Что же я сделал? Поначалу я начал экспериментировать. Я закидывал эти донки. Вы сами знаете, если жесткая вершинка вот этого ленинградского спиннинга, мы закидываем, леска не натягивается. Леска провисает, мы не видим никаких поклевок. Я увеличил груз. Да, леска была в натяг, но возникает новая проблема. Возникла у меня новая проблема. Караси. Я не видел карасиных поклевок. Груз был настолько тяжелый, что караси... Я не видел, как караси клювали на эту донку. И что же я сделал? Давайте сейчас я вам покажу. Итак, обратите внимание. Вот у меня есть спиннинги ленинградские. На рыбалках я показывал. Один с катушкой Relics Rex. Relics Rex 64. Другая катушка Delphine 8. Безинерционная. И вот эти два спиннинга. Что же я сделал? Я сделал... Я взял... Продается вот такой набор. Такой набор фидерных и вершинок бюджетной. Такой вот упаковки. Три вершинки. 10, 30, 40, 80, 80, 120. Взял, посмотрите, две вот такие вот вершинки. Смотрите, взял такие вершинки. Я вначале колокольчик прикреплял. И здесь, смотрите, на последнем пропускном кольце я просто кусачками... Сейчас покажу. Я просто кусачками откусил небольшой отрезок, чтобы продевать и снимать леску в это пропускное кольцо. Здесь, смотрите, советский колокольчик с ценой совсем. И все. Во второе пропускное кольцо я скрепкой пропустил вот такой вот колокольчик. Видите? Дальше. Что я делаю дальше? Дальше вы видите в этом видео, вы увидите видео с рыбалок, как я забрасываю и как я делаю. Я тоже с рыбалки вставлю в видео. Смотрите, не нарушая конструкцию. Что я сделал? Я просто обычной изолентой закрепил. Видите вот эта трубочка? Трубочка у меня оставалась от старого спиннинга, сломатого. Осталась трубка. Я по размеру тоже просто откусил эту трубку. Обычными кусачками откусил трубку. Трубку я откусил, чтобы, посмотрите, проходила вот эта вершинка. Смотрите, вот в эту трубку. Трубка от старого спиннинга. Видите? Вершинка легко засовывает сюда и легко вынимается. Видите? Все. И дальше что я делаю? Вот так вот, смотрите, засунули. И вот наша фидерная вершинка вот так вот ходит. Дальше. Итак, получается, модернизация одного ленинградского спиннинга обошлась мне в 50 рублей. Это стоимость вот такой вот одной фидерной вершинки. Она, смотрите, 10.30. Она очень чувствительна. И теперь я чувствую даже малейшую поклевку на этот спиннинг. Что я делаю? Я без этой фидерной вершинки забрасываю спиннинг ленинградский. Все, я его забросил. Надеваю эту фидерную вершинку. Надеваю вот эту фидерную вершинку. Как я показывал из ленты, закрепил трубочку от старого спиннинга, чтобы хорошо она фиксировалась. Надел. И что я сделал? И здесь леску я пропустил через вот это последнее пропускное кольцо. Здесь есть отверстие. Тут легко кусачками керамическая вставка вылетает. Кусачками я прокусываю. И смотрите, все пропускаю. И здесь уже катушкой натягиваю. Все. Вот так вот стоит наша фидерная вершинка. И мы чувствуем каждую поклевку. При поклевке что я могу делать? Я по-разному делал. Можно подсечь этой фидерной вершинкой рыбу. И все. Чтобы она просто не мешала. Можно, потому что постоянно с кольца слетает. Можно ли аккуратно вываживать из фидерной вершинки. Я пробовал. Чтобы сам, главное, леска не вылетала. А можно просто мне проще. Я вот снимаю. Убираю в сторону. Аккуратно ложу. И вываживаю рыбу. Все. Принцип понятен. Фидерная вершинка. Всего лишь у меня колокольчик все было. Одна фидерная вершинка. Комплект 150. Одна вершинка 50 рублей. Это стоит все. Я модернизировал так спиннинг ленинградский. На двух рыбалках я уже протестировал. Мне очень понравилось. И вам я тоже советую попробовать. И еще раз повторюсь. Это только лично мое мнение. Если кто-то хочет сделать как по-другому. Ради бога. Делайте как хотите. Я показал вам, как сделал я. Мне понравилось. Потому что без модернизации ленинградским спиннингом на донке просто невозможно ловить. И достаточно это проблематично. Давайте посмотрим видео, как я забрасываю эту совершенственную же донку. И вы можете также отдельно посмотреть рыбалки. Как я без проблем. Эта донка я уже привык. Я ей ловлю. Смотрите. Итак, как же я забрасываю ленинградские спиннинги доработанные. Смотрите, у меня две вершинки. 10-30. Покупаны они 50 рублей. Вершинка фидерная. Два колокольчика советских. Смотрите. Обычная кормушка пружина. Два червя. И здесь, смотрите, вот такая вот. Я покажу дома. Перемонт изолета. Трубка, куда вставляется фидер вот этот. И сверху, смотрите, здесь, где колечко пропилено. Я еще покажу дома. Давайте сейчас сперва забрасываю. Одну забросили. Дальше вторую. Все, вот. Дельфин 8. Катушка. Итак, далее сюда в трубочке из-под старого спиннинга. Вот, смотрите, я просто втыкаю вершинку. И здесь в эту дырку в кольце продеваю. Второй спиннинг. Вот в это тоже отверстие. Посмотрите, натягиваем. Теперь он чувствительная вершинка. И смотрите, без проблем. Она натянулась. Также у этого, посмотрите. Все. Надеваем колокольчики. Вот так вот. И самый главный вопрос, вы спросите меня. Почему же я постоянно сделал эту конструкцию и снимаю эту фидерную вершинку при забросе. И потом опять снова надеваю ее. Да все очень просто. Потому что спиннинг вот этот ленинградский дырваль алюминиевый, он очень жесткий. И эта фидерная вершинка сломается при первом же, может даже и при втором забросе. Потому что она не предусмотрена под этот спиннинг. А этим образом можно не боясь забрасывать, забрасывать. И ничего у вас никогда не сломается. Итак, вы посмотрели видео. В принципе, сложного здесь ничего нет. Здесь все наипростейшее, чтобы не растягивать. Пишите в комментариях. Опять же скажу, это только личное мое мнение. Я ловлю, мне очень нравится. На сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.